Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. После моего видео, в котором мы разрезали бутылки, многие из вас задавали вопросы, а что дальше делать из этих бутылок? И вот один из вариантов, что можно сделать из обрезанных бутылок, я сегодня покажу. Вот сегодня не хотелось освещение сильно большое включать, так как я хочу вам показать вот такой подсвечник из обрезанной бутылки. Сделан он в виде витражного стекла. Из обыкновенной бутылки, у которой мы обрезали донышко, получаются вот такие подсвечники, которые можно развесить на улице, где-то под навесом повесить, а можно даже использовать дома как подсвечник. Для работы у меня заготовлены две вот такие бутылочки, обрезанные. Как обрезать бутылку? В конце видео на экране будет активное окошко, ссылка на это видео. Если мы будем рисовать витраж, то здесь лучше брать бутылку, которая совсем проста идет, то есть гладко без рельефных узоров. Нужна будет вязальная проволока, которая гнется, может быть немножко с трудом, держит форму. Я набрала в интернете, называются шаблоны для витражных рисунков. Можно выбрать рисунки, которые имеют более крупные фрагменты. Нужен будет черный маркер. У кого есть витражные краски, вообще чудесно. У меня нет витражных красок. Я буду пользоваться обыкновенными лаками для ногтей. Сейчас хочу вам показать очень давнишнюю банку, когда я вообще не знала о существовании витражных красок. Хотелось что-то разрисовать, расписывать, когда я еще даже не знала о декупаже. Вот эта банка именно обыкновенный лак для ногтей. Для того, чтобы работать с проволокой, нужны будут какие-то элементарные инструменты, кусачки, плоскогубцы, круглогубцы и еще вот такие любые трубочки, на которые можно накручивать проволоку. Также я буду использовать в работе ацетон для обезжиривания бутылки или чтобы убрать какие-то погрешности, которые, может быть, я неправильно нарисую. Пока у нас бутылка прозрачная, мы сейчас сделаем держатель для самой свечи. Хочу показать, что я имею в виду. Это значит, нужно проволоку накрутить, можно даже сказать, спиралью и кончик загнуть вверх, а второй конец будет свободный. С проволокой мы с вами уже работали, когда мы делали новогоднюю подставку-подвеску для игрушек. Поэтому работа будет примерно такая же. Мы не сможем скрутить проволоку без подсторонних предметов. Поэтому будем накручивать проволоку на какой-нибудь предмет. И желательно, чтобы он был, может быть, с одной стороны потоньше, а с другой потолще. Можно сделать побольше виточков. Первый вообще можно помочь плоскогубцами и загнуть посильнее, чтобы свечка держалась, и кончик отогнуть вверх, чтобы он смотрел. Естественно, нужно, чтобы это все было в одной плоскости. Витков таких можно сделать сколько угодно, но диаметр последнего виточка не должен превышать диаметра входного отверстия бутылки. Кстати, этот раз, когда я срезала донышко у бутылки, набатала побольше веревки, думала, что лучше пойдет процесс накаливания. Но в итоге, вот где у меня был узелок, перекалилась немножко бутылка и получился вот такой скол. Ну, я думаю, что мы сейчас все это витражными красками спрячем, и ничего видно не будет. Обработано здесь у меня все наждачной бумагой, поэтому я смело везде прикасаюсь, не боясь пораниться. После того, как сделали последний виток, нужно будет поднять вверх проволоку под 90 градусов, чтобы вот в свободный конец смотрел у нас вверх. А теперь мы поставим поближе бутылку и посмотрим, в каком месте этот держатель должен зацепиться и не проскочить насквозь всю бутылку. То есть мы здесь делаем колечко. Свечку можно делать на уровне ближе к низу, а можно делать ближе к центру. То есть это расстояние вы уже сами будете регулировать. Вот примерно здесь мне нужно будет сейчас сделать кольцо. Точно так же загибаю, одеваю через верх, подтягиваю. Вот у меня получилось аж в серединочке, поэтому вот это колечко можно было сделать и повыше. Когда будет конструкция одета, в каком месте сделать еще колечко? Над горлышком бутылки, чтобы она назад не проскочила. И в то же время, чтобы у нас вышла свеча и мы могли ее зажечь, чтобы у нас вот это расстояние сохранилось и была возможность поджечь свечку и опять ее сюда вставить. В подвесном состоянии все это у нас будет находиться. Единственное, что вот эту спиральку нужно будет выровнять по горизонтали. А дальше все просто. Мы саму свечку нанизываем на вот эту часть, которая у нас торчит кверху от проволоки. Вот этот держатель я сделала чуть-чуть раньше. Вот так будет находиться свеча. Вот вверху я опять-таки еще не делала колечко, потому что его нужно будет делать уже в последний момент. А теперь приступим к декору самого подсвечника. Его нужно будет обезжирить ацетоном. Дальше мы выбираем картинку по высоте, по ширине. Эту картинку я уже использовала в прошлой бутылке. Мы ее сейчас намочим обыкновенной водичкой. Приклеим внутри бутылочки. Вот ту баночку, которую вы видели, я делала точно так же. Здесь можно, конечно, побольше взять воды. Вот она впитала. Кто умеет рисовать, тому, может быть, эта процедура и не нужна. Поправляю все каким-нибудь инструментом. Теперь нам нужен будет маркер. И нужно будет все обвести. Кто будет делать лаком, сильно мелкие детали не прорисовывайте. Оставьте их. Можно взять тему цветочную. Можно взять тему с птичками. Вот вы видите, я маленькие прожилки не стала вообще брать в расчет. Прорисовали. И теперь вытаскиваем картинку. Можно зафиксировать, чтобы не каталась бутылка. Берем лак и будем расписывать. Витражные краски у меня кончились. И мне все равно хотелось вам показать вот этот вариант. Старый лак смело можно разводить ацетоном. И он также будет рабочим. Потому что моим лаком я даже не знаю, сколько лет. Одно время изучала маникюр. Но моему мужу не нравится этот запах ацетона и лака. И поэтому я эту затею бросила. Эти бутылки на солнце блестят. Вот от этого лака. Так красиво. И продолжаем разукрашивать всю бутылку. Вот так докрасила я. Витражные краски сохнут долго. А лак сохнет очень быстро. И лак сильно не расплывается. Черным лаком и очень тоненькой кисточкой. Я выведу от всей границы рисунка. У кого нет лака с такой кисточкой, просто возьмите тоненькую кисточку. А потом ее промоете в ацетоне. Прошла все прожилочки. Сделала вот тут погрешность. Сейчас можно это будет удалить ватной палочкой и ацетоном. Так я просто легонечко-легонечко снимаю вот эту черную. Нижний слой можно не трогать. А можно еще докрасить. Теперь посмотрите. Захотите вы всю бутылку разукрасить витражом. Захотите только одно окно какое-то сделаете. Если вы захотите закрасить весь фон бутылки черным цветом, я попробовала, то лучше этого делать не стоит. Вот этот витраж именно лаками. Он теряется. Белым цветом закрашивать я не пробовала. Причем посмотрите, как он красиво сияет. Вот если будет висеть где-то на солнышке, на свету, даже сам по себе, очень красиво смотрится. А ночью будет радовать вас именно уже от цвета, от свечи. Такие фонарики и подсвечники очень красиво повесить где-то в саду, в беседке. Пока я делала этот вариант с витражом, возникла еще одна идея. Можно использовать в работе трафареты. Сейчас мы попробуем. Возьму белую краску, вы можете любую другую взять. Кусочек губки. Вспоминаем, что бутылка должна быть обезжирена. Сейчас на губку набираю не очень много краски. Это сейчас смотрим просто как вариант. А можно сделать наоборот. Приклеить сюда горошины из бумаги самоклеющейся. Прорисовать краской. И потом поснимать эти наклеечки. И тогда будет вот этого цвета у вас больше. То есть вариантов здесь очень много. Остается зажечь свечу и посмотреть, что у нас получилось. Вот так красиво и интересно можно украсить места отдыха. Фонарики и подсвечники будут красиво смотреться как днем, так и в темное время суток. А я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова